А вас в честь кого Александром назвали? В честь, наверное, Невского. Вы по паспорту Александр Теодорович или прямо Александр Анатольевич по паспорту? Анатольевич. А Теодорович. Есть один какой-то документ. Кстати, он до сих пор у меня странится. Я знаю, да. Про деда. Да, моего папа Теодор Густавович. Это вот с этими нашими какими-то кусочками немецкой крови. Страна-то у нас непредсказуемая, интересная. Одно время немецкие корни были страшнее, чем еврейские. Когда рядом с Театром Сатиры есть Театр Моссовета. Там была замечательная дама Инночка Данкман, режиссерша. Красавица, светская дама, она непокойная. И у ее родителей на Кузнецком мосту был шляпный магазин. И был единственный случай в стране российской, когда в Москве был немецкий погром, а не еврейский. И вся семья Данкмана стояла около магазина и говорила, евреи, евреи, евреи. Без вопросов. Не сегодня. Очевидно, боги посылают мне испытания в этот решающий для меня день. Нет, вы только его послушайте. Боги его испытывают. Молчи, мещанка. Что? Молчите все. А, кстати, с антисемитизмом он не хотел сталкиваться? Только на государственном уровне. На житейском почти никогда. Меня выгоняли после первого курса. Из института. Просто там все-таки вактанговцы, интеллигентный. Но был указ, как раз было дело врачей. Ага. Вовсе это вся эта история. И сказали, я должен был переходить на второй курс. Цепиться было не за что там. Хорошенький я тогда был. Вот тогда решили меня выгнать за дикцию. И выгнали. Я не сдал экзамен постсценической речи. И ныне покойная, замечательная дама Валентина Павловна Журавлева, жена потрясающего чтеца нашего, Дмитрия Николаевича Журавлева, она взяла меня за руку и повела в управление. И стала орать, что вот видите, до чего вы дошли. И она так убедительно орала, что меня восстановили. Но за это велели учить скороговорки. Я роли сейчас плохо учу, многое забываю. А скороговорки 52-го года, я могу тебе сказать, любые. Например. А ты же придумал какую-то... Пожалуйста. У меня было щетце сае. На ще, могу сказать. Щегленок щупленькой за рощей Несчадно щелкал и пищал. И щевелем, и щукой тощей Я тещу тщетно угощал. Что я наделал, как клещами? Вдруг тещу ущипнул щенок. Та, запищав меня, сощами Кипящей бросила горшок. Я обесчищен, ощевелен От жажды мщенья трепещу. Змея свистящая, расщелин Тебе я, теща, отомщу. Воспроизвести невозможно. Это же авторство. Спустя много лет нам говорили Учить эту скороговорку На занятиях в том же театральном институте. Ну что ж, дорогая, время. Здравствуйте, а здесь что? Здесь должно быть прослушивание. А, ну мы можем уступить. Ни в коем случае, занимайся.